Здесь вот эта вся территория, дальше это территория Forbidden City, запретного города. Здесь, смотрите, показано, как правильно нужно молиться и что делать. Какой хороший золотой мангал. Не удивлюсь, что там неверных каких-то сжигали. Вот такие штуки тут ездят, приглашают меня, значит, покататься. Хидринги, смотрите, как сделали. Как будто бы перелистываешь. А не, все прилеплено. Здесь, кстати, везде охрана. У меня уже три раза проверили паспорт, представляете? И в колонках играет музычка. Какая коммунистическая. Он высотой, наверное, как я, просто. Батровая на 360. Можно посмотреть весь город с этого холма. Добрались мы, наконец-таки, до Пекина. Долго пролежал у меня этот материал на полке. Просто потому, что не хватало времени. Да и буду откровенен. Не все в Пекине. Я снял, что хотел. Не везде был, где планировал. И была мысль еще залететь разочек на досьем всего этого дела. Но пока отложилось. Поэтому, что есть, то есть. До Пекина у меня был Шанхай. Там и с погодой мне повезло. И очень насыщенный получился материал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот это, ребят, добро пожаловать в мой пекинский райончик. Здесь вот эта вся территория. Дальше это территория Forbidden City. Запретного города. Естественно, здесь сразу миллион туристов. Я, честно говоря, когда выбирал в отель, я хотел, чтобы он у меня находился в этой вот исторической части. Чтобы мне не нужно было никуда катать. Я остановился здесь, в отеле. По фоткам это одно, живу это другое. Я ожидал, честно говоря, большего. Ну ладно, как говорится, койко-места есть. Холодно. Сегодня было утро минус пять. Вот сейчас, значит, где-то минус один снега нет. Но холодно. Вот эти два дня будет холодно. Поэтому, ну, буду снимать, как говорится. Ну, уже перчатки по-хорошему. Я без перчаток. Не знаю, найду ли я где-то перчатки по дороге. Если найду, то куплю. Целенаправленно я не буду ходить полдня искать перчатки. Ну что, погнали смотреть. Вообще, я надеюсь, что ни один из моих зрителей не путает столицу Китая и знает, что это Пекин. Почему именно этот город? Думаю, стоит копнуть историю, чтобы понять, как все складывалось в этой стране. Пекин был столицей различных китайских династий, включая династию Юань 1271-1368 года и династию Мин 1368-1644. Эти династии сделали Пекин важным политическим и культурным центром Китая. Пекин стал столицей династии Юань, основанной монголами под руководством Хубилай Хана, внука Чингисхана. В этот период город назывался Даду, что означает «большой город». Хубилай Хан выбрал Пекин из-за его стратегического положения и возможности контролировать северные и северо-восточные территории Китая. Даду был важным торговым и административным центром, который привлекал торговцев и путешественников со всего мира, включая знаменитого путешественника Марка Пола. И я сейчас иду по улочке. Такой здесь весь этот район, он не высокий. Вот такие штуки тут ездят, приглашают меня, значит, покататься. Короче, вот такие вот улочки, значит, здесь никаких высоток нет. Здесь все такое вот маленькое. Маленькое не в плане того, что маленькое миниатюрненькое, а в плане того, что невысокое. То есть здесь сохранили вот эту вот всю постройку, которая была. Не знаю, насколько это выглядело, как многие века назад, но вот сейчас как бы тоже так прикольно, в принципе. И ходишь, и здесь много где всяких таких табличек, тут что-то написано. Ничего не понятно, но очень интересно. Уже подстерты надписи. То, что не подстерты, а то на китайском. А то, что на английском маленькими буковками. Для наших маленьких глазок. Это все, это все уже подстерты. Много катается китайских автомобилей. И это прикольно. Внутри, честно говоря, китайские автомобили у меня вызывают, как бы, вопросы. Но снаружи они очень симпатичненькие. Китенькие, смотрите, как сделали. Как будто бы перелистываешь. А не, все прилеплено. Ну и на китайском, естественно. Мы же с вами знаем китайский. Еще какое-то время в роли столицы выступал Нанкин. Название которого значит Южная столица. В период династии Юань и появления династии Мин. Нанкин оказался в относительно защищенном месте. А это помогало обеспечить безопасность новой династии. В отличие от северных районов, которые могли быть уязвимы для атак со стороны кочевых народов. Нанкин находился в более безопасной зоне. После падения династии Юань, династия Мин перенесла столицу из Нанкина в Пекин. В 1421 году. Вот это моя станция. Называется Шичачай. Шичачай. Найду я ее здесь. Шича... А, Шичахай. 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 Вот. И я отсюда двигаюсь вот сюда. Здесь в районе станции прям огромное количество людей. И очень много всяких забегалов. Прям я не знаю сколько. Мне кажется, здесь их штук 100. Есть местные всякие кафушки, кофейни. Причем кофейни очень прикольные. Вот я сейчас тоже зашел в бейкери. Пироженки там всякие делают. Выпечка там и такое. Тоже очень прикольно. Стильненько сделано. Уже такая рождественская атмосфера. Люди заходят, фоткаются туда. Ну и цены в принципе адекватные. Такие более-менее. Есть и супер дорогие. Рестораны где там, ну типа там бургер. Больше сотки. Короче, это получается на рубли больше 1000 рублей. Есть и вот такие на мопедах сразу же. На своих велосипедах. Подъезжают с люльками. И делают там какие-то... Короче, кашеварят там. Я думаю, что там вообще 3 копейки стоит. Я, честно говоря, вот такие вот уличные всякие штуки, дрюки. Не берусь брать. Почему? Потому что постоянно катаюсь. И вот так вот, не дай бог, что-то где-то отравился или еще что-то. Все, это билеты, отели. Все летит к чертям. Поэтому лучше где-то в проверенных, более-менее проверенных местах. Ну как в более-менее проверенных. В ресторанах. В ресторанах, кафе. Да, конечно, есть любители, которые вот эти вот прям стритфуд, которые прям на улице, да, продают. Но я избегаю. Я ни в Таиланде не покупал ничего на улицах. Ни в Малайзии, ни в этом... Ну парень идет, поет. Они, кстати, такое нормальное. Они поют. Я вчера еду в метро, тоже стоит дядечка, поет песенки. Император Юн Ле выбрал Пекин как столицу из-за его оборонительных преимуществ и стратегического положения. Город был существенно реконструирован, и в этот период были построены знаменитые сооружения, среди которых запретный город, ставший центром императорской власти и символом имперской власти Китая. После свержения династии Мин и прихода к власти династии Цин, основанный маньчжурами, Пекин, остался столицей. Так, что-то здесь еще такое красивенькое. Так, стоп, даже постучать. Кто там? Кто там? Смотрите, какой хороший золотой мангал. Еще дверцы такие. Кто-кто в теремочке живет? Вот так. Не удивлюсь, что там неверных каких-то сжигали. Здесь такое количество свечек все ставят. Я не удивлен тому, что здесь есть специальный, смотрите, шкаф с пожарными касками. Здесь, смотрите, показано, как правильно нужно молиться и что делать. Как руки складывать, пальцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас я предлагаю вам не прогуляться по этому храму, а немножко пролететься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше приближаемся к запретному городу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там людей, конечно, как на митинге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запретный город. В нем жила императорская семья в роскошных дворцах, окруженных обширными садами и храмами. Этот комплекс был важным культурным и политическим центром на протяжении веков. Запретным его назвали из-за строгого запрета на вход для обычных граждан в императорские времена. Только императорская семья, ее приближенные и служители имели доступ к этому месту. Кстати, если углубиться, то китайский термин звучит не просто как запретный город, а пурпурный запретный город. Пурпурный цвет ассоциировался с северной полярной звездой, которая в китайской мифологии считалась домом небесного императора. Таким образом, запретный город символизировал центр императорской власти. Строительство запретного города началось в 1406 году по приказу императора Юн Ле из династии Мин. В период правления династии Цин, запретный город оставался центром императорской власти. Он был расширен и украшен. Состоит он из двух основных частей. Внутренний двор, где проживала императорская семья, и внешний двор, где проводились официальные церемонии и государственные дела. Таким образом, на сегодняшний день запретному городу уже более 600 лет. Это один из самых хорошо сохранившихся примеров древней китайской архитектуры, и он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ребята, я у дворца прям купил варежки. Вот такие. Вот здесь в туалете. Нет, на самом деле, тут сувенирный магазин и туалет. Туалеты, кстати, бесплатные. Вот это вот плюс, что не надо везде эти копейки искать. И здесь же сувенирный магазин я вот купил. Теперь мои промерзшие пальцы будут лучше нажимать на кнопки. Но хотя пока я справляюсь. Запретный город представляет собой прямоугольный комплекс, окруженный стеной и рвом, включающий в себя около 980 зданий на площади 72 гектара. Запретный город построен с идеальной симметрией. Это отражает китайские философские принципы порядка и гармонии. Существует миф, что в запретном городе насчитывается 9999 комнат. На самом деле, точное количество помещений неизвестно, но их действительно очень много. Самое большое здание – зал высшей преемственности, который использовался для важных императорских церемоний. Крыши зданий изобретного города покрыты золотыми черепицами, что символизировало богатство и власть. В декоре часто изображены драконы, которые представляли императора как сына неба. Здесь, кстати, везде охрана. У меня уже три раза проверили паспорт. Представляете? То есть я зашел сюда на территорию. Хотя как на территории, ну, как бы здесь запретный город, это вот все. И здесь на каждых десяти метрах стоит охрана. Охранников здесь больше, по-моему, чем людей. В смысле, они тоже люди, конечно, чем туристов. В запретном городе проводили сложные ритуальные церемонии. Например, император каждый год лично проводил церемонии жертвоприношения в храме неба, которые символизировали гармонию между небом и землей. Внутри запретного города были прорыты каналы, которые служили не только для эстетических целей, но и для практических нужд типа транспортировки воды. Стены запретного города изготовлены из песчаника. Их высота достигает десяти метров. Они не только защищали комплекс от внешних угроз, но и символизировали границы между миром императора и остальным миром. Цвета в запретном городе также имеют символическое значение. Желтый цвет крыши зданий обозначает императорскую власть и центр. Красный цвет стен и дверей символизирует удачу и счастье. Внутренний двор включает в себя так называемый тронный зал небесной счастливости и зал высшей гармонии – тай-хэ. Они служили местом для самых важных церемоний. Эти здания украшены деталями и строительными элементами, отражающими императорскую власть и богатство. ПОВЕРНИТЕ НАПРАВО ПОВЕРНИТЕ НАПРАВО Два. Я заплатил за вход в парк два. Сколько это получается? 20 рублей? ПОВЕРНИТЕ НАПРАВО Даже как-то мало. Слышка. Шуханг холл здесь есть. 250 метров. Гуанд холл. 410. Эмперор. Плэйс оф сакрафайс. Зал жертвоприношения императора. Вот так переведем это. Ну, ближайшее, ближайшее, ближайшее вот это. Шуханг холл. Ну, пока просто вот. То есть, ну да, как бы историческое, но... Травка, деревья, плиточка. И еще не слышно, наверное, а вот здесь колонки стоят. И в колонках играет музычка. Такая коммунистическая. Рядом с запретным городом в Пекине находится парк Цзиншань. Крупный сад и общественный парк. Он был заложен в начале 15 века. Примерно в то же время, когда строился запретный город. Первоначально это был императорский сад, предназначенный для отдыха и развлечений членов императорской семьи. Он служил не только местом для отдыха и развлечений, но и имел важное символическое значение. Холм парка символизировал устойчивость и гармонию, что было важно для императорского мира и порядка. Так, по указателям, the way up to the hill. Путь наверх. Мы вот и пойдем наверх. Прямой путь закрыт, смотрите. А так прикольно было бы подняться. Это, видите, похоже, сооружено тут уже очень давно. И чтобы не портилось это все историческое дело, они все это позакрывали и сделали другой путь. Но это я так думаю. Ну, чтобы вы понимали, что надо преодолеть для того, чтобы сделать одну фотографию и один более видеосъемку. Смотрите, сколько людей. Холм этот достигает высоты в 45 метров. Создан он был из земли, выкопанной при строительстве рва вокруг запретного города. Не зря этот парк также неофициально называют Золотой Холм. Гора также использовалась для проведения императорских церемоний и праздничных ритуалов. С вершины холма открывается вид на Пекин, включая панораму запретного города. Интересно, что название парка с китайского буквально переводится как «Взгляд с горы». На вершине, в склонах холма, расположены 5 павильонов, каждый из которых был построен для отдыха. Парк Цзэншань можно назвать задним двором императорского дворца во времена династии Юань, Мин и Цзэн. Во времена династии Цзэн и Юань здесь было несколько зданий. Во времена династии Мин на холме было 5 павильонов. Интересно и то, как назывались павильоны. Культивирование красоты. Вечная весна. Объединение цветов и растений. Сбор пейзажей. Весенний павильон всех времен. В одном из павильонов была установлена статуя Будды Вайрачана. Если вы будете в Пекине, я вам обязательно советую подняться на этот холм. Здесь, значит, смотровая. Смотровая на 360. Можно посмотреть весь город с этого холма, представить, значит, текущие его размеры. А он гигантский. То есть тут конца края не видно ему. Так, что мы тут можем видеть? Парк Чайна Медиагрупп. Дальше Чайна Зун. Небоскреб. Интернешнл Трейд Билдинг. Здание международной торговли. И джинь к себе себе Билдинг. Но также представить и исторические размеры. Здесь стоит, значит, у нас указатель, как было устроено расположение зданий здесь. Вот здесь, вот видите, мы стоим на холме. Показан павильон. Вот этот наш павильон. И на север туда уходит колокольная башня. Значит, а на юг, на юг, туда, через павильон. У нас, собственно говоря, запретный город, который мы с вами тоже видели с той стороны. Парк Цзиншань когда-то был важным местом поклонения предкам императоров и императриц династии Мин и Цин. Здесь сохранились древние реликвии в виде залов. Зал Шухандянь, зал Гуанде, храм защиты Родины и верности, павильон Киван. Групповые залы Шухандянь, комплекс зала императорского долголетия. Групповые залы отреставрированы. Они были частью императорских зданий для проведения ритуалов жертвоприношений. Львы, конечно, красавцы. Он высотой, наверное, как я, ростом. Сейчас, смотрите, большой лев маленького львенка. Хотя это не маленький львенок. Маленький львенок-львенок выглядит по-другому. Этот тоже такой с гривой. Короче, прижал его. Львы очень-таки монументальные. Ну, конечно, лучше прийти и посмотреть все самому. Стоит это 2 копейки в буквальном смысле. Времени нужно сюда час. Сейчас, если прям хорошо пофотографировать и зайти побольше мест, посетите музей, посмотреть. Тут 2 часа. Друзья, на этом мой пекинский выпуск подошел к концу. Надеюсь, что было интересно. Если у вас есть рекомендации, что еще можно посмотреть в Китае, в Пекине, обязательно пишите, делитесь. Потому что я в ближайшем будущем планирую поездки в Китай. У меня также есть второй канал, где я рассказываю о зарубежном образовании. Называется канал Smaps Education. Заходите туда, подписывайтесь, если вам интересна тема изучения языков за границей, поступления в школы, в университеты или выбор детского лагеря. Ну, а на нашем сайте www.maps.ru вы можете найти самый подробный каталог с учебными заведениями по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok